Время тренировки всегда считалось одним из основных факторов, от которых зависит прогресс. Кто-то говорит, что тренироваться нужно не более 40 минут, а кто-то занимается и по 2 часа. А как правильно? И от чего это вообще зависит? На самом деле, теория тренинга в 30-40 минут базируется на времени выработки гормонов. Если в самом начале тренировки мы увидим пик выработки гормона роста, то уже примерно через 30 минут его концентрация начинает снижаться. И как мы знаем, гормон роста – это один из базовых гормонов, отвечающих за набор мышечной массы и сжигание жира. В общем, это хороший парень. А вот после 30 минут наблюдается постепенно нарастающая концентрация кортизола, который способен разрушать мышцы. И это типа плохой парень. И теория коротких тренировок базируется в основном на этих вещах. То есть добиваемся максимальных пиков полезных гормонов и минимальных пиков вредных. Но на самом деле наука уже шагнула далеко вперед, и на сегодняшний день совершенно очевидно, что концентрация тех или иных гормонов в моменте не играет никакой ключевой роли в долгосрочном проекте роста мышц. Пики и спады гормонов – это физиологически естественный процесс. Если тот или иной гормон вырос, а потом падает, это не значит, что нужно собираться и бежать домой спать. В теории коротких тренировок все же есть положительные стороны. Дело в том, что как минимум в 50% случаев отсутствие прогресса можно связать с перетренированностью. Это когда человек тренируется больше, чем потом может восстановить. И в какой-то степени короткие тренировки – это защита от перетренированности. Но так или иначе нельзя сказать, что короткие тренировки будут лучше, чем более длинные. От часа и больше. Если вы смотрели мои предыдущие ролики, то наверняка помните об исследованиях, которые показали прямую взаимосвязь между объемом тренировки и ростом мышечной массы. Если говорить о силе, то, как оказалось, увеличивать силовые показатели можно даже тренируясь 3 раза в неделю по 15 минут. Но на гипертрофии это сказывается довольно слабо. И для максимального роста мышц все-таки нужен более высокий объем тренировки. На самом деле, если говорить абстрактно, то 15 или 30 минут – это не показатель. Можно и за 30 минут опахаться, если выполнять все упражнения без отдыха. Но, как мы знаем из других исследований, максимальная гипертрофия достигается при достаточном отдыхе между подходами. В среднем 3 минуты. И если собрать в кучу все подходы, повторения, упражнения и все, что мы знаем, то получится, что мы должны выполнять за одну тренировку 2-3 упражнения на большую мышечную группу и примерно 2 на маленькую. В среднем по 2 рабочих подхода в каждом упражнении. И получится, что тренировка с учетом отдыха между подходами укладывается часа в полтора. Но даже если вы тренируете какую-то крупную мышечную группу отдельно, то обычно не менее 1 часа. Плюс при снижении веса можно добавить кардио минут 20-30. И получается, что тренировка будет длиться от 1 до 2 часов. Плюс-минус. В принципе, на практике оно примерно так и получается. И на самом деле, я считаю, что глупо пытаться привязать свою тренировку к каким-то временным рамкам. Тренировку нужно привязывать к мышечной группе, к набору упражнений, к количеству подходов, рабочих весов и времени отдыха. И совокупно все эти вещи определяют ее продолжительность. Если вы чувствуете, что между подходами вам нужно отдохнуть больше, но при этом тренировка у вас растянется во времени, то лучше все-таки отдохнуть больше, при этом сделав каждый новый подход более продуктивным. И это правильно. На самом деле, тело часто подсказывает вам, что именно нужно делать. Если вы научитесь его слушать, то это будет огромным плюсом. Но важно понимать, что далеко не все, что оно подсказывает, может быть полезным. Сейчас, например, мое тело подсказывает мне пойти и съесть те блины, которые жена испекла ребенку. Оно не просто подсказывает, я бы сказал, что оно требует. Если бы оно могло мне чем-то угрожать, то наверняка бы добилось своей цели. Но здесь я его не послушаю и лучше дождусь обеда и съем свою любимую гречку. В описании к этому ролику вы найдете ссылки на все мои программы тренировок, рекомендации по спортивным добавкам и мой телеграм-канал. Переходите и изучайте. А с вами был Александр Добромиль. Пока.